Дорогие друзья, шавуа тоу, хорошей недели. У нас с вами новая недельная глава, называется она Бешалах. Очень интересная глава. Написано в главе Бешалахи было, когда Всевышний отпустил народ, не повел нас всесильный через страну пришким, ибо короток этот путь, как бы не испугался народ при виде войны и не возвратился назад в Египет. И что, что мы могли увидеть такого? Что должно быть невероятное, что мы испугались? Наши мудрецы говорят, за 30 лет до выхода до нас из Египта колено Эфраима, вооруженные стрелки из лука, в количестве 300 тысяч человек, вышли из Египта и пошли в страну к нам. Мы не знаем причину, почему они так рассчитали. Возможно, они подумали, что от заключения Авраама с союзом со Всевышним, когда он жертву приносил, пополам их разрезал, птицы резал, там он получил пророчество, 400 лет будет потомки твоей угнетаемой в чужой стране, после выйдут с большим достоянием. Может, они отсчитали этого времени 400 лет и решили выйти, хотя указания Всевышнего не было. И они пришли кратчайшей дорогой, пошли через страну Плештин, короткой дорогой. Плештин были союзниками Египта, они всех убили. Никто их не захоронил. И что, если бы мы шли через страну Плештин, то тогда бы мы увидели 300 тысяч незахороненных людей, скелетов, кто бы выставил перед таким зрелищем, тем более бывшие рабы. Мы знаем, что пророк Ихискель попадает в эту долину, полную костей, и Всевышнему говорит, кости оживи их. Пророк Ихискель говорит, скажи, пусть оживают. В общем, происходит невероятное, кости начинают оживать, они начинают пократься плотью. В общем, Всевышний вдунул им в ноздри дыхание жизни. В общем, ожили 300 тысяч воинов, колено Ефраима. То есть невероятная ситуация. Так вот, здесь они, эти кости. Поэтому Всевышний сказал, идите по дороге к морю Сув. Наши мудрецы считают, что это Красное море. Есть, говорят, что это Красняковое море. Есть много других комментариев. Написано, что мы вышли из Рамзеса. Пришли в Суккот. В Суккоте мы получили облака славы. И оттуда мы пришли в пустыню Эйтам. То есть, очень интересно, наши мудрецы говорят, что пустыня Эйтам находится со стороны Египта. Потом, когда мы пройдем среди моря, по суше, мы выходим. И опять пустыней там, шли три дня по пустыне и там, как мы читаем в главе Масей. В этой главе мы читаем, что вышли в пустыню Шуры, шли три дня по пустыне и там. А там написано, вышли в пустыню, шли три дня по пустыне и там. Ну, в общем, смысл тот, то, что есть мнение, что мы прошли по морю, сделали петлю и вернулись опять в эту пустыню. Есть и такой комментарий. Хотя впечатление о тексте, что мы просто пересекли море. Из пустыни Эйтам мы пришли к Пигахероту. И что перед Бальцфоном и расположились Станом в Мигдоле. Ну, есть мнение, что Мигдоль это какой-то маленький городок или башня находит это в Мигдепророк. Такое мнение. Мы стоим рядом с Идолом Бальцфон. Это все вышли для того, чтобы вести фараонов заблуждения. Ему и его лазутчики доложили, что нас заперла нас в пустыня. И все Идолы Египта были разрушены, потому что Всемышний совершил суд над всеми Идолами. Кроме этого Бальцфона. Бальцфон это очень интересная вещь. Идол Севера. Когда раб пробегал через этого Бальцфона, если он сумел пробежать, то его больше не догоняли. Считали, что боги решили, что раб этот свободен. Фараон увидел, что нас задержал этот Идол. Он, окрыленный таким успехом, сам запряг свою колесницу, взял 600 колесниц отборных и все колесницы Египта и погнался за нами. Сыны Израиля уходили свободные и бесстрашные. Но тут увидели колесницы. Колесницы фараона. Что было дальше? Дальше было, что Всевышний разделил. У нас был столб облачный, столб огненный ночью. Он отделил нас от египтян столбом огненным. Они приблизиться не могли. Написано, что не видели друг друга. В общем, есть люди, которые сказали будем сражаться или умрем. Другие говорят, нет, вернемся в Египет. В общем, есть, решили, что пойдем в море утонем. В общем, разные мнения. Четыре мнения наших наших людей. Они разделились. Что делать? Всевышний сказал Маше, что ты вопиешь ко мне? Возьми посох свой и наведи его на море и рассеки его. Написано, что Маше так поступает, а Всевышний гнал море сильным восточным ветром. И поутру море раскрылось. И написано, что мы пошли посоху среди моря. То есть, мало того, что открылось, она была ровной, хорошей дорогой, сухой. И мы пошли по этому морю. По сухой дороге. А воды были стеной справа и слева от нас. Как лед застыли. Как в аквариуме идем. Египтяне поняли, что они тоже могут нас теперь догнать. Они хотят нас вернуть. Но убить нас смысла особого нет, потому что рабы это деньги. фараон попал в эту ловушку и египтяне погнали за нами. Только ихняя дорога уже была не сухой, а она была жижей, горячей, такой, что и колеса начали гореть. В общем, египтяне поняли, что бежим отсюда, ибо Бог сражается против нас. Египтяне хотят уже вернуться, а мы идем свободные и бесстрашные посреди моря, и машина водит посох свой на море, делает третью стенку нам за спиной, мы шли посреди моря, и египтяне попадают в ловушку. на них обрушивались воды, а мы идем спокойно среди моря по суше, и они утонули. Тот, кто больше издевался над нами, тот тонул, как солома, очень долго, волны ее бросали, долго тонул. Кто меньше, тот, как сынец, тянул моментально. Вот так. То есть, чудо было невероятным, то есть, мы шли по хорошей дороге, если хотели пить воду, мы прикасались к этой стене, она давала свежую воду, хорошую. В общем, это было отсюда невероятное. И так спас нас Сесилий. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моей мамы Сюниверсайд и Дабат Яков, Игорь Бен Лев, Берта Бадесрель, Павел Инефим, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, за здоровье Светлана Бадклара, Шмон Бен Исхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Первый Батсоня Сура, Лена Батклара, Жиль Бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бен Истер, Двой Робот Мия, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэйль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фир Робот Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дам Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейка Бат Берта, Ася Бат Года, Марган Нина, Ира Бат Вера, Леонберг Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Цара, Ида Бен Хая Агива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Вадим, И те люди, которые тоже просили меня, если я что-то не успел записать, тоже за здоровье тех людей, кто просил. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха, Парна Санкована, Мазал, то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем все самое на лучшее, желаю всем крепчайшего здоровья и пусть скоро закончится эта страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, вас встретится завтра в 15 часов. Шалом.